Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана и сегодня у нас рубрика Faberlic без прикрас. А это значит, что нас ждут самые честные и правдивые отзывы. Целая гора пустых баночек. Давайте начинать с бытовой химии. Серия Greenle. Порошок закончился у меня вот такой стиральный. Я беру для белых и светлых тканей. Здесь есть оптический отбеливатель, который вроде как доказано, что безвредный. И мне нравится. Я чередую его с обычным классическим порошком. Очень хорошо отстирывает. Все прекрасно. Единственное, я не пользуюсь мерной ложечкой, которая здесь есть такая бумажная в комплекте. Сразу ее выбрасываю. Я пользуюсь обычной белой ложкой от классического порошка. И вот такую целую ложку на стирку при почти полной загрузке. В принципе, все отлично отстирывает, прекрасно. Артикул его 118.91. Он у нас гипоаллергенный. Он у нас для жесткой воды, биоэнзимы, минералы. На 26 стирк написано. Смотря какая загрузка барабана. Настолько его в принципе и хватает. Дальше из серии Гринли у меня закончился биокондиционер до белья. Еле добила его, потому что не понравился. Он у нас концентрированный. Тоже для жесткой воды. Написано на 30 стирок. У меня в аромате восточный микс. Мне не понравилось то, что белье не пахнет после этого кондиционера. Я люблю, когда оно пахнет. Мне не понравилась мягкость. И аромат мне не нравится. Ну, в общем, не знаю. Кондиционеры Гринли. Вообще серия Гринли. Мне нравится только порошок. Больше пока ничего. Закончился вот такой кондиционер для белья 2 в 1. Но дыхание Прованса. Это из серии Дом Фаберлик уже. Артикул его 118.52. Но он все равно не идет ни в какое сравнение с органой. Хотя запах более-менее приятный. Но какой-то местами рисковатый. Как будто здесь есть... Ну, здесь и есть, скорее всего. Господи, что здесь есть? Лаванда, мне кажется. Какой-то вот слегка рисковатый. И белье не так вкусно пахнет, как после органа. Просто он был на скидках, поэтому взяла. Но, скорее всего, больше брать не буду. У меня прям будет одна органа сплошная кругом. Так, дальше, девчонки. Сирий Дом закончился вот такой водный спрей-освежитель апельсина корицы. Он мне очень нравится. Один из самых любимых ароматов освежителей Фаберлик. Действительно, такой сладкий апельсинчик с отголосками корицы. Очень приятный. Артикул 113-27. Все-таки мне эти освежители тоже нравятся гораздо больше, чем освежители Гринли. И запах дольше держится. И ароматы сами приятнее. Поэтому, да. Кто не пробовал, еще обязательно попробуйте. Здесь вот такая заглушка от деток. Они водные, они безопасные для домашних животных, для деток маленьких. В общем, с ними все прекрасно, все отлично. Закончились вот такие два геля для душа Ландыш. Очень классный аромат. Весенние лимитки. Может, их отстают в каталоге. Не знаю. Мне кажется, лимитки. Ландыш и Нарцисс мне больше всего понравились. Обалденные. Другие два не понравились. Это прям Ландыш. Ландыш в чистом его виде и понимании. Очень весенний. Использовали как гель для душа и как пену для ванны. Аромат прям был на всю квартиру, когда ванну с ним принимаешь. На коже, конечно, потом он не остается, к сожалению. Но, тем не менее, сам процесс принятия ванной душа превращается во что-то такое. Прямо блаженство. Прямо вот Ландыш. Как духи раньше были в Советском Союзе с Ландышем. Вот такой вот аромат. Классный. Вообще потрясающий. Буду брать еще, если их не выведут. 26-39 артикул. Пенз хорошо. Мне кожу не пересушивала, поэтому довольно очень. Дальше. Так, дальше, дальше, дальше. Мыло. Вот такое из серии Beauty Cafe закончилось. Вон оно стекает оранжевенькое такое. Это у нас апельсиновая меренга. Мне больше нравятся зелененькие мыло по аромату из этой серии. Но это тоже классно. Пахнет фантой, девчонки. Пахнет фантой. С удовольствием доиспользовали. Прямо вот фанта-фанта. Сладенький такой апельсин. Классный. Классный аромат. В этом году Фуберлик. В ароматах жидкого мыла новинок и гели для душа молодцы. Совпадение. Совпадение хотя бы с тем, что они заявляют. Артикул 1901. Жидкого мыла никогда не бывает мало. Поэтому всегда либо бьюти-кафе, либо еще что-то, либо ля-крем всегда в запасе. Хорошая мыла. Классный, девчонки. Действительно классный аромат. Не приторный. Так, дальше. Серия Лав. Лав, лав, лав. Да. Закончили наконец-то. Почему наконец-то? Потому что я люблю пробовать новинки. Когда какие-то долгоиграющие средства, мне прям хочется их быстрее закончить. Это серия Лав. Вот такая вот сиреневенькая, да, с меланином. Она у нас для волос. Которые подходят для всей семьи. Мне кажется, 4+. Там ограничение было. Если я не ошибаюсь. В общем, я дочери эти два средства отдала, потому что мне не очень подошли они. Мне как-то шампунь, что ли, не очень промывал голову. Но зуда не было. Утяжеления не было. В общем, как-то вот обычненько. Знаете, никаких впечатлений, неплохих, нехороших у меня эта серия не вызвала. Шампунь артикул 2730. Для всей семьи, для всех типов волос с ланалином. Так, и бальзамчик 2732. Момент любви к своим волосам. Для всех типов волос. Маска, бальзам. И бальзамчик мне как-то вот средненько. Хочется чего-то попитательнее для поврежденных волос, да. Но так в целом не пушились волосы. Нормально лежали. Ну, такой вот среднячок. Но я, скорее всего, больше покупку повторять не буду. Потому что как-то вот никаких впечатлений особенных не вызвало. А дочери нормально, как бы ей пользовались и шампунем, и бальзамом. Все нормально. Так, поехали дальше. Закончился винотоник. В каждых пустых баночках он у меня будет мелькать, потому что сейчас ножки устают. И каждый вечер я его использую прямо на обязательной основе. Артикул 1733. Он слегка охлаждает, но очень хорошо снимает усталость. Сегодня в комментариях под видео был вопрос, поможет ли от варикоза. От варикоза не помогает, девчонки, ничего. Если он уже есть, то здесь только хирургическим путем, оперативным удалять, да, венки. Но облегчить состояние может. То есть в конце дня, можно и в середине дня, можно и с утреца. Тяжесть снимает и становится как-то ножкам легче. Поэтому продукт классный, я им сейчас спасаюсь. Так, дальше. Закончилась мицеллярочка вербена. Одна из моих любимых мицеллярок Фоберлик. Несмотря на то, что другие продукты из этой серии мне не очень нравятся, мицеллярка прям зашла. У нее такой запах лимонника. И кажется, что сейчас, когда вы ее на глазки будете носить, приятный, кстати, освежающий запах, кажется, что вырвет глаз будет. А нет, она вообще мне, по крайней мере, не щиплет глаза. Две мицеллярки мне не щиплет глаза Фоберлик. Это вот это. И из линейки Эксперт с красным крестиком. Очень деликатная. Я вот ту советую прям подросткам, если у вас есть дети, девочки. Вот это прям вообще супер. И вот это не щиплет. Здесь, правда, всего 110 мл. Артикул 0831. Но она на акциях бывает по 99 рублей. Сейчас уже, наверное, подороже, наверное, по 109. Цены везде поднялись, да. Снимает хорошо макияж. Прекрасно снимает макияж. Никаких нареканий нету. Не щиплет, никаких покраснений ничего не вызывает. Поэтому классная мицеллярка. Прям вот люблю. Дальше. Два продукта из серии La Creme. Оба вот такие вот мятные, красивые, зелененькие. Первый – это освежающий шампунь с мятой и молочными протеинами. Артикул 8649. Обалденный аромат мяты, мятного масла. Мне очень нравится. Кто-то говорит, что не промывает волосы. Кому-то не нравится он. Поэтому мне нравится. Мне все промывает. Для жирных волос, мне кажется, очень даже хорошо. Вы знаете, сейчас давно уже такая тенденция, что сухие у тебя волосы или жирные. Вначале мы берем шампунь с вами для кожи головы, по типу кожи головы, да, промываем. Очищающий, как правило, он должен быть всегда. Потом берем второй шампунь. Какой-то тоже по типу кожи головы, там какой вам подходит, по типу волос и так далее. И промываем уже им. А потом уже бальзам, либо масочка и так далее. Вот сейчас так модно почему-то, многие так делают. Смотрю тоже на блогеров. Прямо вот первый шампунь обязательно идет очищающий. Второй шампунь в ту же помывку, да, идет уже какой-то такой увлажняющий или что-то наподобие. Вот. И потом уже ухаживающие средства. Ну, интересно на самом деле. Ну, мне и этот шампунь прекрасно промывал. Как бы справлялся со своей задачей. Обалденный аромат. Поэтому к нему нареканий никаких нет. Повторяю, не первый, кстати, раз. Вы давно мне советовали антипреспирант и серия ля-крем. Особенно мятный. У него тоже очень классная такая мятная одушечка. Артикул его 8648. Здесь большой шарик. В других дейзиках он меньше. И действительно, мятная одушка. Действительно, он защищает, в принципе, на день. Он защищает, да, от пота. От пота отделения излишнего. Поэтому, в принципе, нормально. Но я почему-то все равно возвращаюсь к предыдущим дейзикам фаберлинговским. Не знаю, они мне как-то больше нравятся. Закончился вот такой йогурт для волос. Еле-еле добила. Потому что совершенно не понравился. Это у нас ревень. Единственное, что мне здесь нравится, это запах. Вот этот кисловатый запах. Он мне действительно нравится. Артикул 2653. Здесь 150 мл. Это веганский у нас с вами продукт. Без СЛС, без силиконов, без парабенов. Поэтому мне не понравилось, как после него выглядят волосы. Они у меня пушились. Они у меня плохо лежали. Они были жесткими. Как будто и не промытыми совершенно. Я использовала, доиспользовала вот этот продукт, как гель для душа. Слава богу. И я поняла, что из этой линейки мне, в принципе, не нравится ничего. Ну, гели для душа среднячок, но они плохо очень пенятся. А вот средства для волос из этой линейки я точно больше не возьму. Ни о чем. Может быть, они подойдут нормальным, неокрашенным, не поврежденным волосам. Но поврежденным, хоть раз окрашенным, вообще ни о чем. Так, следующее средство закончилось. Закончился парфюмированный гель для душа. Вот такой из линейки Beauty Cafe Caprice. Так, артикул 8410. Мне, в принципе, нравятся все парфюмированные гели для душа Faberlic. Они, правда, не оставляют тоже ароматы на теле, но принимать с ними душ приятненько. И они хорошо пенятся, и аромат наподобие аналогичного парфюма. Нравятся. Мне все-таки я люблю. Вот я сначала попробовала вот этот гель для душа Beauty Caprice, потом купила себе большой парфюм, потому что нравится, действительно нравится. Немногие ароматы Faberlic не нравятся. Это да. Закончилась умывашка гель-пенка 4 в 1 из NFW линейки. Линейка подростковая или для тех, у кого жирная кожа. Или есть какие-то высыпания. Хорошая умывашка. У меня ей умывалась дочь, и я умывалась. Это уже второй у нас флакон такой. Но ей она слегка подсушивала все-таки. Мне вот нормально. Нормально. Хорошо очищает кожу, хорошо очищает поры. Прямо они чистые после этой умывашки. Вот эта линейка вообще Faberlic мне нравится. Вот до этого была клин, что-то там, да. Мне не нравилось. Вот эта нравится больше. И все средства здесь без спирта, в том числе и тоник. Поэтому это на самом деле важно, без пересушивания. Очищает от загрязнений, подходит для снятия макияжа, увлажняет, дарит ощущение комфорта. Да, и макияж, кстати, тоже она вполне себе снимала. Такая гелевая прозрачная текстура. Я с щеточкой проходилась по лицу утром и вечером. И как бы классно, вообще супер. Детская зубная паста 6 плюс техно-китс с грушей. Действительно с грушей. Приятный грушовый такой аромат. Артикул 2359. А я вам пенку сказала, девчонки, 0466. Вот. К пастам никаких нареканий. Не первый год уже ребенок мой пользуется пастами исключительно. Faberlic и никакими другими. Прекрасно очищают эмаль. Эмаль чистая после чистки зубов. Это важно на самом деле. Никаких нареканий со стороны стоматолога тоже нет. Все прекрасно подходит. Замечательная паста. Я знаю многие взрослые. Я сама как-то пользовалась вот такими детскими пастами. Они мне гораздо больше нравятся, чем взрослые. Хорошая паста всегда берет в запас. Закончилась вот такая масочка из линейки Blonde Econ. Вообще моя любовь любовная. Прям мой фаворит за последнее время. Здесь 150 миллилитров. Артикул 2712. Она у нас предназначена для окрашенных блондированных волос. Можно, наверное, и для неокрашенных. Здесь есть какая-то сапфировая пудра, комплексы и так далее. Для нейтрализации желтизны я даже на своих волосах в таком оттенке ее использую. И получается очень красивый оттенок. Действительно, желтизна нейтрализуется слегка, мне кажется, на блондированных волосах. Она вообще будет работать великолепно. Она такая синяя. То есть здесь не фиолетовый пигмент, девчонки, а синий такой, как чернила. Видите? Синий пигмент лучше нейтрализует желтизну и зелень. Поэтому да. И понравилось больше всего даже не из-за этого, а из-за своих ухаживающих свойств. После этой маски волосы как ламинированные. Просто я держу ее минут 20 на волосах, потом смываю. Просто эффект ламинирования. Они безумно гладкие, блестящие, шелковистые. В то же время сохраняется объем. Он никуда не девается на следующее утро. Вообще там на голове шапка. И не утяжеляет. Волосы долго чистые. В общем, обалденная серия. И маска эта в том числе. Я просто в нее влюбилась. Закончилась ночная маска Weekend. Я вам много раз уже в обзоре каталога про нее рассказывала. Она у меня в фаворитах. Мне очень нравится вообще вся эта линейка. И маска ночная в том числе. То есть это, грубо говоря, у нас с вами ночной крем. Даже показать нечего. До конца прям добила. Маска классная. Для жирной кожи вот эта линеечка вся Weekend подходит. Маска классная. Маска действительно делает на утро вашу кожу отдохнувшей. Она выглядит свежей. Не утяжеляет. Пора не забивается. Достаточно легкий продукт. В то же время есть элемент увлажнения и питания. В общем, все в ней хорошо. Такой универсальный солдат, грубо говоря. Подходящий, мне кажется, для любого абсолютно типа кожи. Поэтому рекомендую. Кто еще не пробовал. Сейчас часто в последнее время бывает акция на серию Weekend. Потрясающий продукт вообще. И я сравнивала ее с ночным кремом. Или ночная маска у нас тоже есть в серии Океаном. И не заметила никакой разницы. Вот даже вот этот продукт мне нравится гораздо больше. Закончился крем для век. Варю вот такая вот малышка. Но заканчивала долго. Потому что я как-то не люблю крем для век использовать. Я в основном крем на все лицо использую. Ей отдельно мне не надо. Так, артикул, кстати, маски. Я вам векенд не скажу, потому что его на баночке нет, девчонки. Артикул крема 0160. Здесь 15 миллилитров. И это та песня, когда крем достаточно плотный. Он у меня уже начал портиться. Видите, пожелтел немножко. Когда он плотный, не как водичка, да, там, допустим, из серии Пролексир, из серии Блум, даже из серии Викенд. Они такие жиденькие, легенькие, такое легкое увлажнение, которое больше подходит для века нависшего, особенно верхнего, да, чтобы его не утяжелять и так далее. Кто любит плотный крема для кожи вокруг глаз, присмотритесь к вот этому продукту. Это самый плотный крем для кожи вокруг глаз. И он мне понравился больше всего. Больше всего питания, больше всего увлажнения моментально. Ну, не моментально, но разглаживание гусиных лапок. Прям вот он классно работает. Пока из фаберликовских кремов для кожи вокруг глаз вот этот у меня в фаворитах, да. Но, опять же говорю, я не люблю ими пользоваться отдельно, я люблю один крем на все лицо наносить. И вот как раз серия Блум, 35+, 0,144 артикул, антивозрастной уход, защита от маршин. Никак, мне, девчонки, никак, вода водой. Здесь такой носик, вот он, видите, есть тут чуть-чуть. Сейчас, если выдавлю, покажу, да, есть чуть-чуть. Вот такой он белый, совсем легкий, прям сразу хоп, и вода. Никак, вообще, вот никаких впечатлений, конечно же, больше ни за что не повторю. Дальше, последний продукт, который покажу, это недавняя новинка. Карандаш у нас для экспресс-ухода за кутикулой. Вот так он выглядит. Обалденный, это вообще моя любовь, девчонки. Артикул 77,55. Здесь вот такой вот наконечник грязный, у меня уже слегка скошенный, да, видите. И очень удобно прорабатывать вот так вот. Ой, тут еще есть. Смотрите, вытекать начал. Какая прелесть. У меня уже такой второй просто стоит, я им пользуюсь. На постоянной основе, ежедневной. Сначала нанесу вот так на кутикулу, да. Он достаточно быстро впитывается. Кутикула увлажняется. Все шелушения, сухость моментально на глазах пропадают. И потом сверху еще наношу кремушек. И вообще красота. Особенно на ночь вот так делаю. Супер. Мне он очень нравится. Я не представляю даже свой уход, потому что у меня очень сухая кутикула. Не представляю свой уход за руками уже без этого карандаша. Сначала вот так вот пройду здесь, да. А потом кремушек. Все. Супер. Прямо ручки выглядят замечательно и просто потрясающе. Поэтому рекомендую. Он не бюджетный и хватает его не сильно долго. Вот первый у меня закончится где-то недельки через 3-4. А второй, кстати, уже стоит столько же. Но еще там достаточно много. Не знаю. Можно открывать здесь крышку. Видите? Но я не стала. Открыть ее как-то туда подлезть. Там такая пластмассовая заглушечка еще. И налить внутрь, допустим, какое-то ухаживающее масло, сыворотку, витамин А жидкий, витамин Е. Налить сюда и пользоваться дальше. Но у меня уже такой непрезентабельный наконечник был, да. Но из-за лака, из-за чего-то загрязнился. И я взяла второй. Классно ухаживает, действительно увлажняет, быстро впитывается. Супер средство. Ну вот и все, мои хорошие. Вот такие пустые баночки на данный момент у меня собрались. Если видео было вам интересно и полезно, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Ссылка на регистрацию Фуберлик всегда под видео. Всех люблю, целую, всем весеннего настроения. И пока-пока.